Привет! Это ежедневные новости о Доме-2 на канале Смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? На проект пришли новенькие участники. Арсен из Калининграда пришел к Ольге Сударкиной и никому на поляне не понравился. Он музыкант. Кристина пришла к Захару Саленко. Она очень понравилась Валерии Блеменгранцу, это его любимый типаж. Она настроена категорически против Ильи Яббарова и уверяет, что ее в этом поддерживает весь Саратов. А этих двух девушек на проекте не оставили. Марина выражала симпатию Саймону Морданшину и Дмитрию Чеботову. А Стася приходила к Захару Саленко. А из конкурса «Человек года» вылетел самый нелюбимый зрителями участник Илья Яббаров. Замечательная новость, пишут в комментариях. Тянут за уши истеричку Алену. Ей очень выгодна позиция брошенки. Правильно Ябаров сказал, что она продалась за квартиру. Ну и прекрасно, какой из него Человек года. Пусть знает свое место. Есть такое мнение, что руководство испугалось реакции зрителей. И не рискнуло дальше протаскивать Ябарова в победители. Действительно, хватит раздражать уже зрителей, а то можно их всех и растерять таким способом. Алена Савкина рассказала, как поступит с квартирой, если она победит в конкурсе Человек года. Квартиру она поделит на двоих. Жилплощадь достанется ее сыну и племяннице Василисе. Татьяна Владимировна Африкантова помирилась с Романом Капаклы. Она побывала на съемках финала Человек года. Рома подарил будущей тещи духи, и женщина осталась в восторге от подарка. Алексей Безус, который уже три недели не употребляет виноградный сок, признается, что ему сухой закон дается нелегко. Он мог бы отвлечься на спорт, но у него болит рука. Но зато у него прояснилось сознание. Он стал холоднее относиться к Милене и думает, нужны ли ему такие отношения. Хотя Алексей решил все-таки дать последний шанс Милене. Милена готова бороться за эти отношения. Она хочет позвонить бывшей девушке Лёше, маме его дочери, извиниться и пригласить их на несколько дней на проект. Кстати, Милена побывала у гинеколога, и после этого в сторис в инстаграм опубликовала снимок с УЗИ. Возможно, она таким способом намекает на свою беременность. Настя Яндальцева недавно устроила скандал своему новому парню Даниилу Сахнову. Девушка купила себе шубу, а Даниил отказался оплачивать покупку. У него якобы нет таких денег. Яндальцева сказала, оплати хотя бы половину, но парень отказался и это сделать. В итоге ребята поругались. Такой нищий ухажер ей не нужен. Она посоветовала Даниилу найти девочку попроще. А теперь о бывших участниках проекта. Ольга Жарикова жалуется на одиночество, ей очень хочется влюбиться. Рома Гриценко обвинил резидентов Comedy Club в плагиате. Некоторое время назад Рома принимал участие в Comedy Battle вместе со своим другом. Но им не дали отыграть сценку до конца. И каково же было удивление ребят, когда они увидели свою сценку в эфире Comedy. Резиденты Comedy Club ее нагло своровали. Рома говорит, что воровать идеи у молодых талантливых ребят – это норма для этого проекта. Лера Фрост решила разрушить пару Алексея Купина и Майи Донцовой. Она утверждает, что Алексей изменил с ее подругой Катей. Подробности увидим в передаче «Бородина против Бузовой». Но что-то с трудом верится, что почти женатый Купин не устоял и изменил Майи. Даша и Сергей Пынцири получили предложение принять участие в новом интересном реалити-шоу. Съемки будут проходить в Турции, где Даша живет с сыновьями. Передачи покажут быт семьи. Но Дарья пока сомневается, стоит ли ей участвовать. Она давно старается не лезть в телек, как она говорит, потому что это немалый стресс. Состоялся благотворительный вечер, который организовала Марго Овсяникова. Участники собрали много вещей, которые будут переданы в детский дом. Стала известна причина ссоры между Ильей Григоренко и Аленой Ашмариной. Как вы помните, недавно они расставались, но потом вновь сошлись. Поговаривают, что Илья изменила Алене с 40-летней одинокой женщиной. Алена парня простила. Стало известно, за сколько приобрели новый автомобиль Женя Феофилактова с мужем, гражданским мужем. Свою новую красотку Бентли они купили за 10 миллионов. Правда, Женя не уточнила, это подарок для нее или же семейное приобретение. Это все новости Дома-2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом-2 вместе. Субтитры сделал DimaTorzok